Как стал актером? Каково работать в одном театре с женой? Какая роль любимая? Какой спектакль любимый? У Михаила есть свой топ типичных вопросов, но участники диалога приятно удивили. Спрашивали об успехе, сложности выбора, классическом театре, самоопределении. У каждого человека, наверное, в жизни есть такой момент, когда у него упадок духовных сил, душевных сил, когда у него нет энергии, когда ему не хочется творить. Вот у вас был момент, когда вы думали, что все, что вы делаете, это бессмысленно. На встречу актер пришел в любимой футболке с логотипом группы «Металлика». Раз диалог на равных, значит и лук должен быть неформальным. Сработало. Разговор получился, как на кухне ночью, живым и искренним. Если молодежи, совсем молодежи, действительно интересно получить какие-то знания, какой-то опыт, то, мне кажется, лучше, чем вот такой формат, ничего, ну просто невозможно придумать. Понятно, что кто-то пишет книги и так далее, пожалуйста, вся информация в общем доступе. Но с глазу на глаз оно всегда как-то точнее попадает. Проект «Диалог на равных» стартовал в прошлом году. За это время спикерами становились как известные куряне, так и звезды всероссийской и даже мировой величины. Например, Сергей Безруков и Федор Емельяненко. «Они делятся с нашими студентами своим опытом, которые ребята пытаются этот опыт перенять, и в дальнейшем своей становлении профессии, да, в своей дальнейшей, они этот опыт перенимают и стараются быть немного даже, может быть, похожими для наших экспертов». Когда и с кем будет следующая встреча, организаторы не анонсируют. Все зависит от эпид-ситуации. Юлия Матвеева, Антон Судженко. События дня.